Во-первых, надо себя проверить в списках избирателей. Это можно сделать самым простым способом. У нас есть портал, называется Tizme GovKiji. Это на базе нашего портала SRS Shailo GovKiji. Соответственно, можно зайти проверить. Это очень легко, занимает буквально несколько минут. Если вы планируете проголосовать в другом населенном пункте, в день голосования, то в этом случае нужно заполнить форму 2, так называемую. Это изменение избирательного адреса. Необходимо для этого обратиться в ту избирательную комиссию, где вы хотели бы проголосовать. Ситуация, трудовые мигранты из регионов, находятся в Бишкеке. По тому месту, где вам наиболее удобно. Допустим, в жилом массиве и так далее. Вы можете прийти в избирательную комиссию. Это первый способ. Там вы должны будете пройти идентификацию, как избирать через биометрическую регистрацию. Затем вы заполняете форму 2. Если на этом участке, скажем так, возможно проголосовать, то есть у нас законодательно установлено, что на одном участке не больше 2,5 тысяч избирателей. Если предельное количество избирателей достигнуто, то вы, соответственно, вам просто откажут, направят какой-то другой участок. Если количество избирателей там меньше 2,5, то вам никто не имеет права отказать проголосовать на этом участке. Есть другой способ. Не ходите в участковую избирательную комиссию. У нас на сайте есть такая опция, как кабинет избирателя. Соответственно, вы туда заходите, регистрируетесь. И через идентификацию, если у вас паспорт нового образца биометрический, то вы можете через ридер вот этим чипом идентифицироваться и потом изменить избирательный адрес, который вам удобен. Вы можете, допустим, если вы будете где-то в Российской Федерации, для примера, то вы можете увидеть, мы открыли 42 избирательных участка. Самое большое количество это в Российской Федерации. Можете выбрать тот избирательный участок, который вам удобнее. Зарегистрироваться, изменить избирательный адрес. Вот таким способом, не заходя на этот участок. Если у вас паспорт старого образца, то вы должны обратиться в ЦОН, лежащий любой ЦОН, получить цифровую подпись, она у вас будет храниться в облаке. И через эту цифровую подпись опять идентифицироваться как избиратель и тоже изменить избирательный адрес. Об этом новые опции изменения избирательного адреса через кабинет избирателя, мало кто знает, но кто дружит с технологиями, это буквально будущее. Голосуют наши граждане, достигшие 18 лет, обладающие активным избирательным правом. То есть те лица, которые, есть исключение только для тех, которые либо признаны недееспособными судом, а лица, которые находятся в местах лишения свободы. В принципе, вот эти две категории, они лишены активного избирательного права. Поэтому все граждане, которые достигли 18 лет, прошедшие биометрическую регистрацию, это очень важная, биометрическую идентификацию, соответственно, имеют право проголосовать. На данный момент у нас 3 миллиона 490 тысяч избирателей могут теоретически, в 100% случае, принять участие в голосовании. Необходимо обратиться в любой ЦОН, Центр обслуживания населения ГРС, обратиться к любому оператору, сдать эти биометрические данные. Это абсолютно бесплатно. Вам выдается, соответственно, ваши данные вбиваются в базу данных, вы попадаете уже в базу данных наших избирателей. Ну и еще попутно я бы рекомендовал, чтобы вам выдали вашу электронную цифровую подпись. Это технология 21 века. Насколько я знаю, сейчас эта услуга бесплатна. В данном случае IT, ID-карту, если это голосование в республике. И если вы находитесь за рубежом, то можно проголосовать по вашему заграничному паспорту.